На предстоящей неделе, с пятницы, начинается Успенский пост. Небольшое поучение из беседы святителя Иоанна Златоустова о посте. Вначале из Библии, пророка Исаия, 58 глава. Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому, и аквелево на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий правильно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопражают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, и ты не видишь? Смиряем души свои, и ты не знаешь. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы герзкою рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел, это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, развяжи узы ерма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторни всякое ермо, разделись голодным хлеб твой, из китающихся бедных веди в дом. Когда увидишь ногово, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господне будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возобьешь, и Он скажет, вот я, когда ты удалишь из среды твоей ермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою, и уточнять кости твои, и ты будешь, как наповенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают, и застроятся потомками твоими пустыни вековые, ты восстановишь основание многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения, если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день мой, и будешь называть субботу отрадую святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли, и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего, уста Господни, и изрекли это. Уста Господни изрекли через пророка Исаии, 58 глава. Придя домой, все дома еще раз внимательно, прочитайте эту главу, узнайте, что настоящий пост, а то часто мы постимся, и говорим, а что ж ты так злишься, а я пощусь, говорит, ты ко мне не подходи в этот день, я сегодня пощусь, а то могу, говорит, ты вдарить даже тебя. Видишь, возлюбленный, в чем состоит истинный пост? Такой-то пост будем совершать, не полагая его подобно многим, в том только, чтобы прибыть без пищи до вечера. Не это главное, но то, чтобы с воздержанием от брашен соединили мы и воздержание от вредного для души, и показали великое попечение о совершении духовных дел. Постящемуся надлежит быть спокойным, тихим, кротким, смиренным, презирающим славу настоящей жизни. Как презрел он душу свою, так должен презреть и суетную славу, и взирать только на того, кто испытывает сердца и утробы, с великим усердием творить молитвы и исповедание пред Богом, и сколько возможно помогать себе милостыню. Это это именно добродетель особенно может изгладить наши грехи и исхитить нас из гиенского дня, если мы будем исполнять ее щедро, а не на показ людям. У нас были такие, говорят, что потеряевки, говорят, жить нельзя, надо уезжать, потому что милостыню некому подавать, некому сделать, говорят, доброе дело потеряевки. Надо ехать туда, где можно делать добрые дела. А я говорил, что всегда каждое воскресенье день откладывайте определенное что-то это на тем, кто нуждается, кто голодного накормить, раздетого одеть, без крова кто остался, чтобы ему крышу построить над головой. это всегда мы можем. И когда набирается, знаем, что люди бедствующие, там где-то разруха, война идет. Мы живем мирно, тихо, никто нас не обижает, никто нас не бомбит, никто не отнимает у нас имущество. Поэтому собирайте, а когда нужно будет, тогда все вместе это и отправим. А то получается так, когда объявляют, нужно помочь людям. Ох, а у меня сейчас нет, да и как бы я задумал то-то купить, а если дам то, мне не хватит на то. И что говорю, не на показ, если рассуждить хорошо, то нам надвижало бы творить милость уже потому одному, что она прекрасное дело из-за страдания к нашим братьям, а не ради обещанных владыков и наград. Но так как мы не в состоянии мыслить возвышенно, то будем творить милость им хотя бы из-за награды, отнюдь, впрочем, не ища славы от людей, чтобы нам сверх растраты денег не лишиться и награды. И это будем соблюдать не только относительно милостей, но и во всяком духовном деле. Ничего не станем делать из-за людской славы, потому что нет нам никакой пользы ни от поста, ни от молитвы, ни от милости, ни от других дел, если делаем это не ради того единого, который знает и тайны, и скрытые во глубине души нашей. Если от него ожидаешь ты человек в воздаянии, то для чего ищешь похвалы от ближнего? И что говорю похвалы? Часто он не только от них хвалит, но еще порицает тебя. Многие так злонравны, что и добрые дела наши толкуют превратно. То есть дело круто, а, это он делает с таким-то умыслом доброе дело. То есть хитрое это он делает. Это люди так рассудят, а ты делай как для Бога, тогда эти мысли не будут посещать тебя. Я сделал для Бога, а то, что скажет, меня же не касается. Я ради Христа это делал. Итак, для чего, скажи мне, высоко ценишь превратный суд этих людей? От неусыпающих того ока никакое действие наше не сокрыто. И, помышляя об этом, мы должны устроить свою жизнь с такой тщательностью, как те, кому скоро предстоит дать отчет и в словах, и в делах, и в самых помышлениях своих. Итак, не станем пренебрегать своим спасением. Ничего нет равного добродетели возлюбленной. Она и в будущем веке исхитит нас из гиены и откроет путь в Царство Небесное и в настоящей жизни ставит выше всех в суе и напрасно злоумышляющих на нас делает сильнее не только людей, но и самих демонов и врага нашего спасения, то есть дьяволов. Итак, что может сравниться с нею, когда она исполнителей своих делает выше не только злокозненных людей, но и демонов, а добродетель состоит в том, чтобы презирать все людское, ежесказно помышлять о будущем, не прилипляться ни к чему настоящему, но знать, что все человеческое есть тень и сон и даже ничтожие этого. Добродетель состоит в том, чтобы по отношению к вещам этой жизни быть как бы мертвым, так же и по отношению к вредному для спасения души, быть бездейственным, как бы мертвым, но жить и действовать только для духовного, как и Павел сказал, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Поэтому и мы, возлюбленные, станем делать не так, как прилично облегшимся, станем делать все так, как прилично облегшимся во Христа и не будем оскорблять Духа Святого. Когда возмутит нас страсть или нечистая похоть или гнев или ярость или зависть, тогда подумаем, кто живет в нас и прогоним далеко всякий такой помысл. Усыдимся при изобильной благодати, данной нам от Бога и обозаим все, все плотские страсти, чтобы после надлежащих подвигов в краткой и скоротечной этой жизни удостоиться нам великих венцов в тот грядущий день, страшный для грешников и вожделенный для облегшейся добродетелю и получить неизвеченные те блага по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресна и во веки веков. Аминь. Воскресенье Христово Иисусу Христово 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 Воскресенье Твое по его славе, Ты мой сегодня, разве Тебе много не знает, Имя Твое и мир вновь, прелесть и верный, Поклониться Святому Христову Воскресенью, Всего прииди, Кресту, Брата, Всему миру, Всех того, Расклавлящий Господа, Поклонив Воскресенье Его, Распятие Бог претерпел, Смерть Его, Смерть разрушил. Распятие Бог претерпел, Смерть разрушил. Поклонив Воскресенье Его, Распятие Бог претерпел, Смерть разрушил. Распятие Бог претерпел, Смерть разрушил. Распятие Бог претерпел, Смерть разрушил. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...